Когда все музыкальные инструменты театра расчехлены и готовы, когда для полного волшебства не хватает электрогитары и ее решают покупать. Когда разобраться с вокалом помогают даже актеры из другого театра. Театр на Спаске готовится к необычной новогодней премьере. На сцене впервые за долгое время ставят мюзикл. Ксения Зиновьева побывала на репетиции. Еще несколько дней назад актеры танцевали и пели в каждом свободном уголке театра. Ближе к премьере музыкальную сказку собирают на сцене. Будет ярко, танцевально и смешно. Я пришел просить руки принцессу радовать. Опа! Женишок нашелся! Мне кажется, когда такое новогоднее настроение у всех, новогодние каникулы, музыкальная история, сказочная история со множеством песен, волшебных и танцев вполне уместно. И как раз отражает наше настроение в эти дни. Актеров для музыкальной истории выбирали по вокальным данным. Небольшие прослушивания, несколько занятий по вокалу и сказка собралась в одну мелодию. Театру, кстати, повезло. Актер, играющий главную роль, неплохо поет, а еще умеет играть. Так и появилась в спектакле новая электронная гитара. Если бы я играл свою музыку, мне было бы проще. А музыка специально написана к этому спектаклю, и мне немножко сложно, потому что я занимался всегда немножко другой музыкой, поэтому мне трудно перестроиться, но я думаю, что все будет нормально. Но заветный цветок и ночную звезду я все никак не найду. А теперь все моления мои мечты. Сказка «Тайна волшебной страны» – это вполне новогодняя история о путешествии молодого короля из страны Великотрудания. В ней живут очень серьезные и ответственные люди. Там никто не поет, не танцует и редко улыбается. А вокруг веселятся жители сугроби, бабаби, урагани и зазабори. И только человек, мечтающий, может в них попасть. Ты любишь без сомнений, дочь, без тебя светлый день, дочь, дочь. Эту сказку в преддверии Нового года неплохо было бы посмотреть и всем взрослым. Возможно, они тоже заостряли в своих Великотруданиях и перестали видеть сны и мечтать. А ведь рядом столько всего интересного. Поэтому вход на спектакль по семейным билетам приветствуются. Кстати, на первый день премьеры свободных мест уже нет. Ксения Янашутина, ты самая прекрасная девушка в рассвете. Ты принцесса Листики, ты принесешь с собой во дворец весну. Ксения Зинуева, Антон Мамаев, информационный канал «Город».